Ребята, всем доброе утро! У нас сегодня утро начинается с открытия посылочки. Девчонки наши в садике Лика в школе. Все на работе. Да. Папа наш заехал на почту и взял посылочки. Мы очень давно заказывали купальники для Миланы. Мы практически в одно время заказывали. Наши купальники с Лика уже давным-давно пришли. Я уже как-то показывала. Заходите, смотрите. В видео мы делали обзор, мы показывали наши купальники. А Миланы купальники никак не пришли. То есть они пришли уже две недели как в Санкт-Петербург. Больше уже, чем две недели. Больше. В общем, мы думали, что все, потерялись. Нам уже сказали, пишите письмо на розыск. Мы думали, что завтра будем писать. В общем, я расстроилась. Там должно было нам два купальника. Я два купальника доказывала. Но один, по-моему, там еще срок есть, да? Да, но у того срок есть еще два месяца. Они там, такая доставка длинная у них. Ну, просто по треку один отслеживался или два отслеживался, что-то не помню. В общем, они отслеживали, что... Они оба отслеживали, все нормально. Что они пришли. Они в начале мая пришли в Санкт-Петербург и все, и пропали. Тишина. И, в общем, думала, что сегодня-завтра пойдем, Милане будем... Ну, на днях, как появится время, нам не прямо к спешке, поедем покупать Миланке купальник. И сегодня среди этих посылочек оказался купальничек. Один, правда. Правда, пока один. Хотя они пришли одновременно. Аккуратно не порежь. Хотя они пришли одновременно. Ну, просто это, видо, валяется на почве. Я так расстроилась и думала, что опять, как Ликин телефон, стырили. Кому нужны купальники. Кому нужны, с другой стороны, да, эти купальники. Очки. Тут и папины очки, и мои очки. Но он еще не знает, какие мне подойдут, такие я себе оставлю. Ну, и, соответственно, какие тебе достанутся, тоже будешь их носить. Такой мешочек. Что-то тут здесь. Почему у них на всех очках на одну одевают дужку только? Не знаю. Та одета уже... Смотри, здесь так в пакетике. Вау! Крутяк. Не, ну так все так цивильно. Посмотри. Очень все так. Я просто... Это кутик заказала? А, розовые, да. Они такие хамелеон. Слушай, а ну сейчас примерим. Они такие цивильненькие. Упс. Вау! Все синие. Сейчас я смотрю вот отсюда. Они зеленые. Ну, как они? Они такие непривычные. Ну, ты знаешь, очень так плотненько сидят. Вот я не люблю, когда очки... Вот тут вот эти дужки все слабые. Безусловно таки болтаются. Они очень хорошо сидят. Но форма такая непривычная. Сейчас посмотрим папина. Так. Ну, у папы тоже тут цивильняк. Коробочка. Поварки. Да, нифига нету ни этого. Вот. Нет, я имею в виду чайку. Мешочек я тебе не дам. А потом у меня вот, смотри, какие здесь... А что это такое? Колечки. А это, смотрите, значит, по поляризации. Да вот, наверное, у тебя мешочек. Посмотри. А, это надо мешочек, да? А ну-ка, открой. Ну да, это мешочек. Да, что ты переживаешь? Тоже посмотрите, какой цивильняк. Мешочек такой. Ну, это понятно. Кряпочка. Ух ты, игрушки такие. Крофеточка. Окс. Открывай. Они такие коричневые, что ли, да? Я не пойму. Ух, они такие плотненькие. Ну как? Пишите. Подпишечки наши, какие мне больше идут. Такие себе оставлю я, ну и, соответственно, папа. Останутся в тех, которые останутся. Которые, да, останутся. Думаю, ты будешь ходить в розовых. Не, мне вот эти очочки не очень. Ну, это прям мужские-мужские, конечно. Но ты знаешь, они такие классные. Такие мощненькие очки. Я не люблю, когда очки такие хлюпкие. Ну как? Смотри сюда. Вот так. Что-то мне должна что-то видеть. О, точно. А что это значит? Здесь вот такая вот картинка. Одеваешь очки. Спалилизации, они защищают отцу мощное. Здесь такое изображение. Паларкинк написано. И их, наверное, как типа... А даже сделать, если вот так, смотри. Прикольно. Хорошее качество очков. Держи. Где камера? Ну, и видно. Да. Поближе, поближе. Нету. Прикол. Хорошие очки. Макс, не возмещайся. Тебе ничего не пришло. Нету тебе посылки. Они такие зеркальные. Ссылочки на все товары, что мы сегодня получили. Посылочки мы оставим в описании под видео. Может, кому-то будет интересно. Заходите, смотрите. Подожди, мы же не показали сумочку. Нет, я же говорю... А, сумочка? Ну давай, переверну камеру. Такая вот сумочка. Такая вот сумочка. Папиных очков. Ну и малышка тоже фирменной бебезианой. Давай дальше это сейчас убираем и дальше смотрим. Это Миланкин купальник. Главное, чтобы он... Ой, такой яркий. Слушай, вообще классный. Чтобы размер подошел. Мы долго смотрели, изучали. Мне кажется, да, хорошо. Самое оно будет. Ой, какая красота. Милана будет вообще довольна. Прям 3D такой. Да, рисунок 3D. Здесь такие рюшечки, юбочка. Такой яркий. Красота. Я такой купальник, ну, похожий выбрала. Уже так как поняла, что не придут купальники. Милан пахнет керосином. Да, я уже смотрела аналогичные вот купальники. Что-то она хочет именно вот Сориэль. Присмотрела в H&M купальник. И вот такие купальники, они по 1200. 1200 там. Я не помню, за сколько мы заказали. 330. 330? Ну, представляете, какая разница в цене. Вот. Я так довольна. Я уже думала, пойдем в H&M, будем там покупать купальник. Потому что она именно вот такой хочет. И я так рада, что он пришел. Именно он. Тот второй тоже классный купальник. Но он немножко другой. Он, во-первых, раздельный. Но он тоже вообще классный. Надеюсь, что он придет. Не затеряется все же. Вообще я довольна купальничком. Яркий. Хорошее очень качество. Швы, посмотрите, идеально прошиты. Нигде ничего не торчит. Прям вообще красота. Миланка будет довольна. И с размером, я думаю, мы тоже угадали. А положили в каждом размере? Мы заказывали 5-6, да? Ну все, супер. Я довольна. А, это Миланка заказывала для плавания. Ну, в бассейне, там, на пляже. В ванной. В ванной, да. Нырять, чтобы, в общем, беруши. Или в нос закрылась. Чтобы вода не попадала. Да. Или в уши в ушки. Это тоже милашки. Что там еще? Ой, и вот моя штучка, которую я давно ждала. Вот такая вот булавочка. Такая булавочка. Я как-то ее видела в магазине. Но в магазине была она с браком. И я очень рада, что я ее не купила. Сказать вам почему? Потому что там она стоит 350 рублей. А на сайте мы ее купили за сколько? 53 рубля. 53 рубля, представляете? Точно такая же. Точно такая. Там был брак без камешка. А у них она в магазине в наличии была одна. Вот такая вот булавочка-кошечка. Давай откроем. И я так рада. Мы пришли домой. Я начала лазить по сайтам, искать такую булавку. Мы наткнулись, конечно же, на Алиэкспрессе. Нашли ее, заказали. Правда, долго я ждала. Месяц больше, да, наверное? Да, два, наверное. Я долго делаю. Кстати, я три заказала булавки разные. Одна только пришла. Но именно кошечка, какую я очень хотела. Вот такая вот красотища. Не знаю, я вот в последнее время люблю вот такие вот всякие брошки, булавочки. Макс Хам. А это наш Макс. Давай, 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 пресс качаем. Давай. Вот, молодец. Скажи, какой нижний, верхний? Буковой? Давай, давай, давай. Вот так. Максик. Вау. Ты же у нас мужик. Мы садимся завтракать. На завтрак сделали быстренько омлетик с колбаской, свежие огурчики. Я забыла помидоры черри достать. Не надо помидоры черри. Я думаю, у нас сметанка есть. Нет, сметаны пока нет. Надо сходить в магазин. И брынза. Еще у нас там остались чуть-чуть сырничков. И, конечно же, кофе. Всем приятного аппетита, ребята. Кто кушает вместе с нами? Что ты как хомяк сидишь? Я, Лика, кушать грею. Как ты в школу, Лика, пришла. Что там ты сегодня? На линейке была? Так у вас все-таки была линейка начальных классов, да? Как я и говорила. Да. С первого, первый, второй, третий класс. И что? Я одной рукой и тут делаю, и тут делаю. Я носила... Ну, не я носила. Я была шла, ну, шла, поносила шла. Так как я не знала, что сегодня будут линейки, я пришла не в парадной форме. Ну, в школьной, но не в парадной. В школьной, но не в парадной. Мне так и говорят, ты сегодня носишь флаг. Я говорю, что? А я не готова, да? Да. Они говорят, мы тебе сейчас найдем одежду. В общем, я не знаю, где и откуда. Они мне нашли юбку. С кого-то сняли юбку, с кого-то сняли кофту, одели на меня, и я пошла. Юбка огромная, да, Лика? Юбка огромная. Если ноги... То есть, когда идешь, нормально. А если ноги вот так вот, тебе, то не соединить. Ну, просто встать ровно, да? И ноги ровно поставить. Спадает. В общем, Лика на линейке чуть не потеряла юбку. Да, ну, когда шла нормально. А когда стояла, у меня юбка чинит, а я тынь. А она чинит, а я тынь. Ты представляешь бы, юбка, правда, бы слетела бы. Слушайте, мне было стыдно. Все большое на мне, все большое было. Ну, теперь тебе завтра, значит, нужно прийти... Ты и завтра, и послезавтра, да? Будешь тоже носить флаг. Тебе надо быть в парадной форме, две косички, да, сказали? Да. Понятно. В общем, Лика сегодня чуть не потеряла юбку на линейке. Вот это было бы всем весело, Лика. Да, особенно мне. Так, надо как-нибудь на линейке тоже поснимать. Ну, теперь то Лика будет в своей форме. Уже завтра мы приготовимся, да. Ну, вот она, она будет поснимать. Запустим тебя. Запусти меня, как знаешь, это Тузика. Запустим тебя, устанешь. Чик-чик-чик. Мне сказали, завтра будешь в парадной форме, завтра много линейок. Я не поняла, какие-то разные линейки. Ну, да, уже линейка у начальника. Я просто, я тогда не посмотрела расписание, а потом, когда уже ушла, посмотрела расписание, а ее уже не было в кабинете, я как-то не спросила, короче, да. Ну, в любом случае, завтра иди в парадной форме, вот, будет линейка, ну, будет. А в пятницу? Уже у вас будет линейка. Сегодня, кстати, я прочитала в комментариях, многие не знают, что такое линейка, оказывается, и спрашивают, а что такое линейка? У нас линейка в конце августа. А что за линейка сейчас? В конце августа. Ну, как вот первое сентября, но это, это... Ну, это первое сентября, линейка первого сентября. А это последний звонок, линейка. Последний звонок, это праздник, последний звонок. А линейка выдают дипломы, да? А линейка выдают дипломы, говорят про оставалось в школе, говорят про окончание учебного года. Ну, просто, можно сказать, как хвалят тех, кто заслуживает. Ну, да, вот это линейка, да. То есть, вручают дипломы. А последний звонок, это уже праздник. Ну, это лично наша школа. На первое сентября тоже, только не в конце августа, а именно на первое сентября собирается, как бы, вся школа, да? В конце августа медосмотр. Ну, да. Ладно, все, Лика будет кушать, объедать. И спать. Хочет спать, да. Хочет монтировать видео, но я хочу. Ничего страшного, отдохнет и потом выложит видео на свой канал. Кто еще не посмотрел новое видео на Ликином канале, заходите, смотрите. Видео очень интересное, прикольное. В общем, кто еще не подписан на Ликин канал, не забывайте подписываться. И мне там было так стыдно это делать, все. И на SweetFamily тоже подписывайтесь. И лайк. Я в новых очочках. Мы сейчас приехали в детский мир. Хотим Миланке купить маску для плавания. Мы как-то ее видели, мы не купили и пожалели, что не купили. В общем, сейчас зайдем, купим и потом за Миланой в садик пойдем. А Лика делает, монтирует видео, доделывает. Тоже практически готова. Зашли в Ривгош. Выбирала духи, не могу выбрать. Нам одни понравились. Ой, какая называется? Жванша. Ну, еще думаем. Я люблю 30 миллилитров, они там 50 миллилитров. Мне очень быстро надоедают все запахи. И считаю, что 30 миллилитров достаточно. А в детский мир? В общем, пока я ничего не подобрала себе. Идем в детский мир. Ну что, где они? Здесь нет? Мы были тогда в другом? Да какая разница? Да не то. Наверное, нет, да? Маски такой. Тут вообще их особо выбора-то нет. Ну, такая моска. Что это такое? Ласта. Ну, ласта хочет тоже. Ну-ка, посмотри. А что-то, ну, это другая моска. Там была... Ну, моска другая моска. Там была другая. Ну, там такая была. Мне кажется, достаточно. Зачем эти ласты нужны? А вот, посмотри, вот такая вот. Вот еще вот. Вот она, да. Так хочу зайти в подружку, но нет времени. Надо будет слишком вырваться и зайти в магазинчик в подружку. Посмотри, там всякие солнцезащитные средства. Масочки. У нас уже заканчиваются маски для лица. В общем, надо будет вырваться. У нас уже каникулы, так что уроки делать не нужно. Это значит больше времени. Мы зашли в магазин. Смотрим мороженое. Папа наш захотел чербет, но мы, наверное, это в конце. Мы сейчас присматриваем. А я хочу или экстрим. Или лякван. Очень вкусно тоже. Здесь смородина. Есть еще крем-брюле. Крем-брюле, я не люблю смородина. Потом, да, возьмем, чтобы не потаило. Идем дальше. Смотри, а вот какой-то фисташка. А, нет, такие-то, я не знаю, мне кажется, не очень вкусно. Как-то думаешь. Все, это просто по акции хорошие. Ну, 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 почитаем. Не, не хочу. Дай пройдем. Вот, смотри, что можно взять. Тебе понравилось? Нет, пока нет. Смотри, вот есть с лесными ягодами, а есть с мородиной, с черникой. Слушай, возьмем с черникой. Я не люблю сладкий. Ты себе возьмешь, как ты хотел этот, как он называется, чербет. А я, с девчонками, возьму целый ягод с черникой. Мне очень понравилось живое мороженое с целыми ягодами. Пойдем посмотрим рыбу. У нас есть, по-моему, майонез. Мы сожрали его. Вот этот йогурт брали, он нам вообще не понравился. Ужасный вкус такой, знаете, вот, после вкуса жиров, жирное такое. Мы взяли другой, покажи, какой я взяла. Натуральный йогурт. Это с гранолой, граноломиксом. Это термостатный. Да. И вот такой вот с черносливом и орехами. Пошли рыбку посмотрим. Вообще-то нам надо и сыр, кстати, посмотреть. Пошли. Главное, мы сметану купили. Главное, сметану купили, да. Первым делом, чтобы не забыть. Хочу выбрать лимончик, выбрать. С нее хочу сделать водичку лимонную. Так. Ой, не то нажала. Лимончик. Что-то такие яблоки ужасные. Прямо, прям вот яблоки вот нечего выбрать. Смотрю расчески. Смотрите, вот такие вот расчески. Но я не знаю, хорошие или нехорошие. Вот какие-то они такие вот кислоты щетинки ненадежные. Я имею в виду лифию хочу выбрать. Вообще-то тут их очень много разных. Мы в основном вот такого плана, деревянными, пользуемся. Но единственное, здесь вот эти вот щетинки, они пластиковые, зубья пластиковые. У нас деревянные с Ликой расчески. И деревянных расчесок очень хорошо. Волосы не путаются и не рвутся. Но Лика хочет маленькую. Вот типа такого. Вот такого плана. Ну, знаете, она как-то показывала в своем видео складные. Но здесь в одной тени нет расчесок. Ой, а вот смотрите, какие расчесочки такие маленькие. Мини-щеточки. Смешанной щетины. Видите, тут смешанная щетина. Интересные такие, малюсенькие совсем. Вот тоже маленькие мини-расчесочки. Ладно, наверное, Лика сама придет. Потому что именно той, которую она хочет, здесь я не вижу. Такую вот взяли. Масочку нашли. Мы просто спросили. Их не было на витрине. Спросили, нам вынесли. Такая вот масочка. Как раз такая яркая. Купальничек будет в тему, да? У нас купальничек такой салатный. Ну и нам в принципе нужно розовую. Ну да, ну красивое сочетание. Вот такое это изображение в очках. Совсем другое. Они такие зеркальные. Но мне нравятся. Прикольные очки. Сейчас вот видишь. Ты в очках отражается телефон. В телефоне ты. И вот такая бесконечность получается. Да, прикольные очки. Такие мне нравятся. Мы уже домой пришли. Сейчас я готовлю ужин. Разогрела хлебушек в духовке. Это мы брали в карусели. Это трубной багет. Сейчас его разрежу. И будем сейчас ужинать. Ужинать! Ужинать! И Максик здесь наблюдает, контролирует процесс. Я на ужин буду пить кофе. И вот такие вот бутербродики. Это хлебушек отрубной. Вот такая вот икра. То, что мы сейчас купили. Очень вкусная икра. Мы ее обожаем. Огурчик свеженький. А, Лика с папой будут кушать макароны с грибным соусом. Я что-то много его сделала. И мы его уже второй день никак не можем доесть. Грибный соус. Ну и огурчики свеженькие. А я еще буду, наверное, вот такой йогурт. Лик, ты будешь? Лике почему-то не нравится. Он вкусный. Мы же тогда покупали. Помнишь? Если вот все смешать, перемешать, он тогда вкусный. Сам йогурт, он, конечно... Но сам йогурт, он не сладкий. Там вот всякие зернышки. В общем, вот это все сладенькое, очень вкусное. Получается в итоге сладкий, хороший, в меру сладкий и вкусный йогурт. Ладно, ребята, мы будем кушать. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Все нормально, Максик? Ты тут просто остановился, да, посидеть? А? Человек, все нормально? Давай в лапу. Лапы давай мне. А, молодец. Ну сиди, сиди, отдыхай. Я не буду тебя тревожить. Я сейчас буду монтировать видео. У меня уже скидывается. Девчонки сейчас будут укладываться спать. Сейчас, кстати, не так поздно. Я сегодня, на удивление, рано сажусь монтировать видео. На этом наша Лаксиня заканчивается. Заходите завтра на наш канал. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова